Уженителю, как закончился новый сезон Клинка, поэтому думаю, как раз время выпустить это видео. Стоит ли смотреть второй сезон аниме Клинок, рассекающий демонов в квартал Красных Фонарей? Давайте разбираться. Видео будет содержать минимум количества спойлеров, лишь для того, чтобы подогреть ваш интерес к просмотру. Если вы откнулись на это видео, то, вероятно, посмотрев первый сезон, вы задались вопросом, а стоит ли тратить дальше свое время на просмотр второго сезона. Я дам максимально объективную оценку. Постараюсь сделать это видео максимально коротким, наполненным и сжатым для вашего удобства. И первое, с чего мы начнем обсуждение экранизации манги, конечно же, с графики и экшена. За рисовку у нас ответственные Юфотаблы. А это, пожалуй, одна из лучших студий, ответственных за графонии и потрясные битвы. Те же Юфотаблы были ответственны за фейт с его шикарными, яркими и сочными битвами, наполненными тоннами спецэффектов. Свою хватку Юфотаблы не потеряли, и все так же выдают его опомрачительный результат. Бывает, что в аниме ты не можешь понять, что происходит в битве, или она тика нудная и медленная. Юфотаблы... Юфотаблы же пытаются находить баланс между объяснениями в сражениях и своим показом боя во всей его красе. И тут я могу гарантировать, ваш глаз будет в восторге от определенных эпичнейших моментов в боях. Особенно, если вы пришли как раз посмотреть на красточные сражения. Графоном можно буквально брать и обмазываться. Что касается сюжета, он звезд с неба не хватает. Я бы даже сказал, что он очень короткий и простой, и при желании его можно уместить в пару абзацев. Арка продолжает события поезда и дает героям проявить свою новоиспеченную волю к самосовершенствованию, заложенную ранее. Весь сюжет второго сезона включает в себя лишь одну арку. Из интересного могу выделить, что, начиная смотреть, я рассчитывал, что арка пойдет по наитипичнейшему пути для аниме, где из 12 заявленных серий 9 будет этап расследования, разговоров, размышлений, юмора и местечковых слабых битв. Потом появится главный босс на полсерии серию и сольется. И каково же было мое удивление, когда Euphoto был во брикет, и они стали тянуть, и довольно быстро погрузили нас именно в главное событие арки, ради которого все и затевало. Такое ощущение, что в этот раз у них был и они решили от души растянуть и бахнуть арку на целых 11 серий. Чувствуется, что Euphoto было удобно работать, их не ограничивают. И позволяют сделать ровно столько, сколько им нужно для того, чтобы показать разные штуки. Но есть и минусы. Несмотря на общую простоту сюжета, как палки, в некоторых местах ты задаешься вопросами. А где-то счетчик имбовости персонажам чудовищно подкручивают. Местами есть странные сцены, которые непонятно зачем были сделаны, кроме как для пустого раздувания, якобы напряжения. Также местами раздражает имбовость Азика, который, несмотря на то, что по его состоянию его будто бы сбил грузовик, он все равно продолжает жестко нагибать. Если честно, можно было бы чуть уменьшить роль Танзера в этой арке. С точки зрения, конечно же, того, что мы сейчас имеем в аниме адаптации. Новые персонажи. Старые персонажи, такие как Танзер, Зиницу и Носки, своего развития в этот раз не получили. Скорее просто за компанию поучаствовали в приключении. Хотя, возможно, позже оно и отразится как-то на них. Основной буст из старых персонажей получила Незука, и это было реально круто. Но вообще, впечатление подпортило, когда Незука начала буквально быть богом из машины. Вроде как оно и да, так, наверное, и должно быть, и задумывалось. Но на экране бестолковых объяснений происходила форменная жесть. Опять же, возможно, расчет в этих моментах шел на более молодую аудиторию, и автор был более мягкотелым, и смог потянуть моменты достаточно сильнее, чем те, что нам показал Удзуй. Несмотря на то, что Юдзе изначально был показан весьма атакивающим и самовлюбленным столпом, второй сезон провел над ним улучшение и позволил относиться к нему с большей симпатией. Но какого-то большого промежутка конкретно ему не выделили. Пусть по оппетингу и казалось, что нас ждет типичная слезная большая предыстория Мечника, но опять же, аниме сделало финтушами и сделало все короче. К лучшему или худшему мы не получили, сказать пока сложно. Но я склоняюсь к тому, что стоило уделить больше внимания, казалось бы, сильнейшему в команде персонажу. Ну а что у него не отнять, так это блестящие забавности и стойкости ниндзя. В общем, понравился главный босс арки. Не сказать, что у него была какая-то особая философия или глубина, но конкретно дизайном и боевыми навыками он заинтересовал и было приятно видеть его на экране. Лучшее аниме Бомжи 2022 года попрошу заметить. К сожалению, единственное слабое место среди новых персонажей занимают Ридам и Удзуя. Они абсолютно никак не раскрыты. Они могли использоваться для раскрытия Тенгена, но это в большей части было проигнорировано. Моментов с ними крайне мало, а некоторые дизайны были буквально реюзнуты и использованы при их создании. Увы, тут скорее провал. Ну и конечно же в этом сезоне нам затизерили лучших персонажей, которых придумал Араки. Согласно информации, они могут в соло развалить Мудзана. Но я их вам не покажу. Узнаете сами, если посмотрите. По саундтреку, к сожалению, ничего поражающего. За исключением обомительного опенинга от все той же юфотобловской Аймер. Остальным же у нас нет музыки уровня 19 серии или фильма в этом сезоне. Довольно дефолтный боевой саундтрек без апогея. Также отдельно хочу выделить вам 10 и 11 серию. Одни завершающие, по сути, являются двумя эпилогами Арки. У меня достаточно противоречивое чувство, как их стоит смотреть, сразу вместе или же все же с перерывом, как и выходило. Поэтому решайте сами. Мне, наверное, небольшая пауза была даже к месту. Так вот, эти две серии по-своему весьма неплохи. Настолько, что я решил их отдельно выделить. Опять же, видео у нас без особых спойлеров, но хочу сказать, что они действительно в своем качестве зашли дальше других серий и показали прям очень классные вещи. 11 серия прям сос-смыслом и показывает несколько суровые, но по-своему душевные моменты. Отдельное внимание хочу посвятить нашим дубликаторам. Озвучкиры в лице студийной банды, как всегда, постарались на славу. За то время, что погружен в фандом Клинка Рассекающего Демонов, они уже стали какими-то родными, что ли? На борту озвучкир, попробуй не влюбиться! Со своей работой я не справляюсь в триллион раз лучше, чем тот же Анкорд 10 лет назад. Ух уж эта озвучка 10 лет назад от любителей. Поэтому, если смотреть Клинок, то лишь в этой озвучке, либо, если вы фанатик, в японской сабами. Но я лично бы не стал. Так какой уже в итоге ответ? Стоит ли смотреть? Вздохнув, чуть свободнее, сериал сделал небольшой приятный шажок вперед по сравнению с первым сезоном. Я считаю, что да, второй сезон стоит просмотра. Несмотря на некую общую наивность истории или даже детскость с натяжкой, во втором сезоне все же есть моменты, стоящие того, чтобы посмотреть его. Также оно неплохо заходит в компании. Второй сезон не ударил в грязь лицом и даже неожиданно при этом удивил в отдельных моментах. Я редко смотрю него в процессе выхода, но тут я не пожалел, что смотрел серию за серией. Вот такой вот получился небольшой ролик для заинтересованных. Благодарю всех, кто посмотрел. С вами был Дрыма Ниндрин. Если вам понравился видосик, то помогите его продвинуть. Ютуб зачастую продвигает ролики с большим количеством лайков и комментариев. У нас есть комьюнити Дискорд, сервер со множеством интересных каналов. А также заходите на стримы и можете смотреть различного рода интересные вырезки в моем Тикток канале. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok